В 1995 году мой брат на день рождения попросил отца отвезти нас на восточное единоборство к УДО, за что я жутко обиделся на своего брата, так как я абсолютно не хотел заниматься. И вообще в целом первые 8-10 лет я проигрывал каждый турнир, а мой брат напротив, он с пеленок чемпион, выигрывал каждые соревнования, ну всегда в призовых местах был, еще на фоне этого, то что я старший, а у нас менталитет такой, что старший должен быть везде лидером. Поэтому, скажем так, желания продолжать заниматься у меня не было. И вот в один прекрасный день очередное мое унылое выражение лица привело отца в ярость, он махнул на нас рукой и сказал, что не хотите, не хотите. Видимо, он ожидал реакцию, что нет, будем ходить, продолжать, но мы обрадовались, нет, так нет, ладно, и не ходили. Спустя 3 недели к нам домой тренер пришел. И разговор на кухне этот я никогда не забуду, не особо прониклись этой речью, но закончил он так, что если вы не приедете на тренировку на следующую, я за вами сам сюда приду. Самое большое достижение, которое у меня в памяти, это первая история Кубок России, который проходил в Ярославле. Мне было 17 лет и был и чемпионом мира в моей категории. И вообще я там не должен был играться, потому что турнир был только для лиц с 18 лет. И там было одно свободное место, турнир на 200. Меня туда засунули просто так. Я где-то гулял до 4 утра, так как думал, что я один бой отберусь и до свидания. Но я выиграл Кубок России, первый в истории. Вот опять же очень яркое воспоминание с детства. Я шел на тренировку и альтернатива тренировке, турники для меня была очень заманчивая. Я не хотел на тренировку, я хотел туда. Но я ребенок и до совершеннолетия родители наставляют детей. И очень благодарен своим родителям, что они проявили настойчивость. Очень благодарен своему тренеру, что он проявил настойчивость. И то, что смогли удержать меня на этом пути. Потому что дети не понимают, дети руководствуются желаниями своими. Трудиться никто не хочет в таком возрасте. Но приучать к труду нужно именно в детстве. Если родитель видит потребность у ребенка в формировании какого-то характера, физического воспитания и вообще потребность в спорте, я не конкретно про Кубоков, я вообще, то необходимо ребенка наставить. И даже если, скажем так, моментами бывают сопротивления, ну это нужно вместе с поддержкой родителей это перебороть. Потому что если у ребенка есть талант, то он преуспеет в любом виде спорта. Самое тяжелое – заинтересовать ребенка, разглядеть в нем что-то и научить его первым шагам. Дальше-то все проще. Для любого ребенка соревнования – это стресс, психологическое испытание. Поражение на соревнованиях – это мини-психологическая травма. И если тренер не поддерживает спортсмена в этот момент, и родители если не поддерживают, то для ребенка, ну он не добьется ничего. Тут тренер не один работает. Тут связка спортсмен-тренер-родитель. Тут родители всегда должны подбадривать. Я 10 лет проигрывал. И мой отец ни разу жизни, учитывая, как он мечтал, чтобы я выиграл, он ни разу в жизни плохого слова не сказал. Ничего страшного, в следующий раз тренер ругал. Так и должно быть. Тренер он, родители поддерживает. Только такая система сработает. Если ты не отдаешь всего себя, то ни ты, ни твои воспитанники ничего не добьетесь. Тут выбор каждого. Я выбрал такой путь. И я не жалею. Роль тренера в жизни сыграла такую решающую роль. Сейчас все, что у меня есть, и то, кем я являюсь, можно сказать, благодаря этому моменту. У меня очень много чемпионов, очень много перспективных бойцов, которые, я уверен, если они продолжат свой путь в Кудо и станут чемпионами России, мира, славить будут свою область, страну, наш клуб. Но я им всегда говорю, мне первостепенно то, какие вы люди. Ваши победы – это только приятный бонус к тому, что я пытаюсь вам дать. То есть не для меня и для Кудо, это правильно, это наша философия. Мы хотим воспитать достойных членов общества, гармонично развивающихся внутри нашего вида спорта. Уважение к старшим, уважение к соперникам, уважение друг к другу. Вот те, которые мы преследуем на тренировках. Помимо этого, время, которое ребенок будет тратить на спорт, тем более, если у него будут какие-то успехи, чем больше успехов, тем больше времени отдается занятиям. Лучше он пусть проведет это время в зале, чем за каким-то планшетом или телефоном. Поэтому мы сами росли так и выросли достойными представителями общества. И по этому примеру хотелось бы, чтобы подрастающее наше поколение также больше проводило время за полезными занятиями, чем за теми занятиями, которые разлагают их ум и учат бесхребетности и уничтожению моральных ценностей. Поэтому все в зал учиться быть мужчинами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова